Роза Ice for You Одним из первых сортов роз, к которому появляются теплые чувства раз и навсегда, является прекрасная роза Ice for You, полученная впервые англичанином Джеймсом в процессе экспериментального скрещивания. История создания сорта Этот гибридный многолетник выведен в Великобритании в результате скрещивания прекрасной персидской розы Хультемии Персидской является ближайшим родственником ароматной розы. Выведенный английским селекционером сорт розы годится для культивирования на клумбах и бордюрах. Вид относится к группе Флорибунда. Характеристика Ice for You роза Многолетний кустарник Высоту способны развиться до 130 см, ширина 70 см. Прямостоячие побеги саженцы вертикальной формы, каждый снабжен острыми шипами. Листовые пластинки у вида среднего размера интенсивного зеленого оттенка со слабым глянцем. Роза Ice for You ice дает броски и махровые цветки. В процессе культивирования встречаются под виды нескольких оттенков. Максимальный диаметр бутона 10 см, каждый из них способен вместить до 20 волнистых лепестков. Бруски и соцветия собраны по 5-7 бутонов различного диаметра. Нераскрытые соцветия нежно-кремового тона, верхушка окрашена в розоватый оттенок. Распустившиеся розы обретают нежно-лавандовые оттенки. Цветоводы помимо этого вида зачастую выбирают розу Blue Ice, благодаря ее крупным голубым цветкам, выделяющимся на общем фоне. Роза Ice for You привлекательна в саду своим выраженным ароматом, схожим с ароматом цитрусовых или лавандового масла. Радует длительным цветением, начиная со знойного июня, вплоть до наступления осенних похолоданий. Роза Ice for You обладает отличными показателями зимостойкости, поэтому подходит для культивирования в условиях средней полосы России. Она может спокойно выдерживать понижение температуры до минус 20 градусов. Многолетник требует дополнительного укрытия на зимний период, если он находится в регионе с жестким климатом. Молодые саженцы обладают повышенной стойкостью к губительным заболеваниям, мучнистая роса и черная пятнистость. Это общее описание вида, которое необходимо изучить каждому садоводу. Обратите внимание, мощная роза предпочитает расти на питательных почвенных составах с отличным доступом воздуха и влаги. Не советуют помещать молодой саженец на участок с проникновением прямых солнечных лучей. Вносить питательные составы в землю рекомендуют раз за сезон. В весенний и летний период проводится санитарная обрезка куста. Агротехнические особенности. Место посадки этого сорта выбирают достаточно освещенное, свет при этом должен быть рассеянным. Недостаток освещенности критичен для гибрида, поскольку это оказывает негативное воздействие на его цветение. Высокое расположение грунтовых вод и продувание ветрами недопустимо для этого многолетника. Сажать красавицы советуют рядом с почвопокровными многолетниками, миниатюрными кустиками, на их фоне они выглядят еще более выигрышно. Посадка роз перед высадкой корни укорачиваются на 30 см и помещаются в состав, регулирующий рост. Что касается сроков посадки и приобретенных образцов, то высаживать их лучше в весенний период, когда почва хорошо прогрета. На заметку, не возбраняется посадка саженцев в осеннее время, только с посадкой не стоит затягивать вплоть до наступления холодов, лучше сделать это ранней осенью. Красивые розы не выносят из-за стой влаги, поэтому им нужно обеспечить качественный полив. Необычная роза Ice for you – типичный водохлеб, но во время умеренно теплого лета качественного полива раз в неделю ей вполне достаточно. Объем воды при этом не должен превышать 5 литров на один куст. Если наступает засуха, то под корень вносят по 5 литров воды раз в 3 дня. Правильный уход за красавицей розой – залог ее здоровья долголетия. Цветовод на зиму удаляет все отжившие ветки, на которых могут появиться вредители. Также удалению подлежат невызревшие побитые побеги. Весной кусты розы Ice for you обрезают так, что на стеблях остается по 10 почек. Эти действия позволяют получить крупные стоцветия во время цветения вида. Летом цветоводы аккуратно срезают опадающие цветки, чтобы у стебля не уходили силы на вызревание плодов. Способы размножения Распространить розу Ice можно обычными черенками, длиной до 20 см. Для этого под почкой делается аккуратный срез. Полученные черенки тщательно просматривают на наличие видимых повреждений и болезней. Свертывают черенки в газеты, смачивают водой, после чего помещают для укоренения в прохладное место. Желаемый результат наступает через 4 недели. Размножение роз черенками полученные саженцы размещают в открытый грунт, процесс при этом ничем не отличается от обычного. Высаженный молодняк прикрывают пластиковой бутылкой, в итоге получается своеобразная тепличка, где саженцы будут активно развиваться до начала лета. В осенний период распространить многолетник можно отводами и укоренением молодых побегов. Оптимальное время для этой процедуры – начало октября, чтобы за месяц на побегах успели образоваться первые корни. С этой целью возле куста выкапывают небольшую траншею, максимальной глубиной в 15 см, куда помещают побег розы, чтобы середка входила в траншею. Галочками из прочной проволоки пригибают побег к земле, с середины побега убирают всю листву. Вырытое углубление присыпают грунтом. На следующую весну прижившиеся отводки пересаживают на постоянное место, в зиму не забывают их укрывать оставшейся листвой. Преимущества и недостатки Опытные цветоводы предпочитают выбирать этот сорт розы, благодаря следующим преимуществам. Оригинальный оттенок цветков крупные. Махровые цветки, как у Пеларгонии Айс Рос, непредзательность в уходе, что также характерны для сорта Blue for Youth, способность выдерживать. Понижение температуры до минус 20 градусов, обильность и длительность цветения, как и сорта Pink Intuition, повышенная стойкость к различным болезням. У этого уникального сорта есть свои недочеты, которые необходимо знать каждому цветоводу, решившему завести его на участки. ТОЧКА Субтитры создавал DimaTorzok